Я всех приветствую! С вами на связи лекции в Бункере. Сегодня мы проводим первый пробный вариант проведения идеологических лекций на самые важные современные политические темы. И в первой нашей лекции будет ирландско-республиканская армия, левый национализм, понятие левого национализма, как он развивается и как будет развиваться в будущем. Лектором у нас является Василий. Представься. Да, меня зовут Василий. Чтобы вы не подумали, что пришел какой-то непонятный хипстер в масле, я являюсь аспирантом из 2 КНБУ и пишу кандидатскую право-ирландский национализм. На эту тему мы попеком на коммунографию, уже несколько лаковских статей, соответственно, на армию могу дать выходные данные по полю посчитать. Соответственно, да. И тему бы я хотел несколько раз скорректировать. Все-таки я буду говорить в целом про ирландский национализм, начиная с его истоков, потому что понять лейбову ИРА невозможно. То есть, если вы хотите услышать про какие-то боевые операции, про покушение на тейчер, про взрывы в барах, я могу порекомендовать хорошую литературу, как на русском, так на английском языках. Соответственно, и вы можете непосредственно ознакомиться, либо же ознакомиться с продуктами массовой культуры, фильмами а-ля «Голод». Я думаю, многие из вас знакомы с этим фильмом, соответственно, чтобы на таком более простом уровне увидеть, что из себя представляла ИРА. А сейчас мы с вами начнем говорить издалека и в целом рассмотрим, что такое лейбовый национализм, и затем уже перейдем к ирландизму. Собственно говоря, перед нами встает вопрос. Национализм и лейбовый, как такое совместимое? И давайте с вами словом, собственно говоря, когда же возник национализм, как идеология. Кто может сказать вопрос в зале? Восемнадцатый период? Французская революция? Да, собственно говоря, правильно. Национализм возникает в XVIII веке на волне дискуссий Росфопросветителей, на волне восстановления идеологии народного национального суверенитета, что приняло апогей в период французской революции. И, собственно говоря, одним из истоков левого национализма является так называемый якатнинский национализм. Якатнинский национализм – это продукт просветительских штудий. Его истоки можно просветить через философию Жана Жака Руссо. И, соответственно, он заявляет о себе непосредственно в тот период, когда во время французской революции актуализируется так называемый романо-германский спор. Это один из ключевых споров просветительской философии, какого бы просветителя ни взяли, в любом случае вы найдете отголоски этого спора. Суть спора заключается в том, если очень упрощенно говорить, кем являются французы, кем является французская аристократия. Были две такие разеградные точки зрения. Первая точка зрения заключалась в том, что французы – это потомки Галла Римлян, а французская аристократия, соответственно, это те франки, которые по праву копья имеют право властвовать над французами. А вторая точка зрения – это уже более такая демократическая, она отражена в трактатах Руссо, она отражена в трактатах французского социалиста Гракха Бадрофа. Суть, которая заключается в том, что французы являются такой самодостаточной нацией, то, что французы – это такой плавильный котел. И, собственно говоря, нет уже ни Франков, ни Галла Римлян, но все-таки в этой концепции подчеркивается чуждость французской аристократии. То есть то, что она потеряла связь с народом, собственно говоря, обосновывается то, почему необходимо, скажем так, избавить Францию от этого печали. Во время французской революции, в том числе и среди никодинцев, распространяется этот диск о том, что французы – это такая самодостаточная нация, нация-демократ, которая несет свет этому миру. Интересно, что в той же Англии в это время вырабатывается контрпропаганда, потому что, на самом деле, Франция – это нация обиденных работ, а англичане являются самой свободной нацией. Как известно, у них случилась английская революция, и апоген, которая стала славной революцией 1988 года, и, соответственно, эта революция сделала англичан самыми свободными людьми в этом мире. Собственно говоря, один первый исток левого национализма является никодинский национализм. Собственно говоря, как мы уже с вами поняли, национализм изначально возник как такая левая идеология по той простой причине, что он противостоял, противоставил себя королевской власти и, собственно говоря, правого короля на суверенитет. И уже позже монархи были вынуждены апеллировать к этому концепту, что они тоже являются частью нации, что они не являются чужим каким-то элементом для нации как такого организма. Собственно говоря, до второй половины XIX века национализм находится в тесной связи с демократическими революциями, в тесной связи с либерализмом. И, собственно говоря, располт происходит в конец уже XIX века, когда национализм, он с одной стороны начинает происходить синтез консерватизма, с другой стороны появляется синтез национализма и социализма. И, собственно говоря, связка с либерализмом, она, скажем так, разрушается. Наиболее показательный пример в этом плане связи национализма с демократическими революциями является Джозеппо Манзини и его идея Джозеппо Манзини. Как известно, итальянский революционер, один из основателей молодой Ирландии, наговорка молодой Италии, суть его идеи заключалась в том, что Европу следует поделить на несколько государств-наций. Это такой естественный этап становления уже дальше единой Европы, либо же такой единой демократической республики. Такие идеи можно почитать в каких-то его определенных сочинениях. В первую очередь, конечно же, здесь стоят какие-то демократические преобразования и такой демократический национализм. Собственно говоря, уже в конец 19 века формируется связь национализма и консерватизма, как я уже сказал. Это наиболее показательно на примере политики от фон Бисмарка, его антикатолической кампании, его кампании государственного патронализма, социальная политика Бисмарка. И затем это показательно на примере той же Франции, всеми известного, я думаю, дела Трейфуса, где, собственно говоря, в полной мере реализовалась связка национализма и консерватизма. Что касается национализма и социализма, то связка происходит тоже в конце 19 века. И это связано с расколом социал-демократического лагеря на тех, кто был нацелен на революцию, и на тех, кого Владимир Ильич Ленин в своих трудах любил применить аформинистами, там, Павел Каловского, соответственно. И именно в конце 19 века оформляется связь национализма и социализма. И вот эта диалектика консерватизма, социализм и национализм, она выражена наиболее ярко, на мой взгляд, в переписке французского анархиста Жоржа Сорелли и французского монархиста Шарля Мараса, где этот выбор рассыпается в таких комплиментах друг друга и говорят о том, что необходим синтез, я вижу что-то свое в твоей идеологии, я вижу что-то свое в твоей идеологии. И, собственно говоря, так складывается этот синтез. И этот синтез тоже повлиял на становление левого национализма как явления. А другим фактором, оказавшим влияние на левый национализм, является формирование империализма и, собственно говоря, колониализма как его производной. И здесь мы тоже видим интересный факт, что непосредственно такой империализм архетипичный, который нам всем знаком, формируется тоже под конец XIX века. Собственно говоря, когда происходят всевозможные конференции, когда происходит передел Африки, в мире остается буквально пара стран, неправильно их, наверное, называть третьего мира, потому что стран третьего мира все-таки следует говорить после Второй мировой войны, условно. Которые еще имеют национальный сомниатет, в том числе Эфиопия, Либерия. Собственно говоря, это в Африке два независимых государства, которые сохранились на волне колониального передела мира. И, собственно говоря, левый национализм, как известно, отменирует к империализму, к антиколониальной логике. И, собственно говоря, империализм является точкой отталкивания, благодаря которой левый национализм формируется окончательно как явление. Итак, собственно говоря, мы отметили с вами, что первое место – это рекординский национализм, собственно говоря, формирование национализма как идеологии. Затем мы с вами говорили о том, что национализм спокойно синтезируется с другими идеологиями. И наиболее полно это выражается в конце 19 века. И третья логика – это, собственно говоря, внешнеполитическая, связанная с развитием империализма и колониальных империй. И, собственно говоря, важно подчеркнуть то, что логика империализма в том числе и дискурсивна. То есть невозможен империалистический проект, то есть невозможен колониальный захват без формирования определенного дискурса. Наиболее полно освещен этот дискурс в трудах такого известного философа и историка Эдбарда Саита, двух книгах, посвященных такому явлению как ориентализм, где он показывает, собственно говоря, в том числе ирландского национализма, ирландского колониального проекта, как происходит формирование вот этой самой колониальной логики и как от этой колониальной логики уже отталкиваются те, кто пытается ей сопротивляться, как те, кто, если выражается категорией Антонио Грамши, формирует контракемони, то есть контракемонический дискурс. Собственно говоря, теперь с вами перейдем к теме Ирландии. Ирландия, как известно, являлась первой колонией Англии и, собственно говоря, это первая страна, которая испытала на себе формирование такого нового типа колониального проекта. Ирландия была такой фабрикой, идеей фабрикой экономических политик, которые были апробированы Великобритании за время господства там. То есть там были попытки создать компрадорские элиты, там были попытки навязать определенную экономическую модель. И, собственно говоря, это и удалось. Там было много чего и, собственно говоря, от этого, от колониальной логики отталкивались ирландские националисты. Ирландский национализм, как явление, возникает в конце XVIII века на волне французской революции. В 1791 году в Дублине формируется общество, объединенное ирландцами, и возговоряет это общество типичный представитель такой просвещенной мелкобуржуазной элиты, теобальт Лукетон, молодой человек с хорошим образованием, который пытается встроиться в колониальный проект на стороне Великобритании. Ему это не удается. И, собственно говоря, как реакция на вот эту вот невозможность строиться в колониальный проект, он начинает формировать антиколониальный дискурс, создает вот это вот самое общество, объединенные ирландцы, которые используют в том числе просветительскую философию для того, чтобы обосновать народный суверенитет Ирландии. Собственно говоря, объединенные ирландцы пытаются организовать восстания. Они даже пытаются выйти на контакты с французской, может, тогда республикой, им это удается. Французы даже высаживают десантки на территории Ирландии, но незначительные, и им не удается воспользоваться вот этой вот самой возможностью. И, соответственно, восстание Теобальда Вольф-Антона проваливается. Его лидеры были казнины, с ними поступили весьма жестко, но дискурс был задан, и с этого времени начинает формироваться так называемая республиканская традиция. Потом уже к этой традиции будут бесконечно прибегать представители Ирландской республиканской армии и другие люди. Например, человек, который организовал покушение на Маргарет Тетчер в Тайтонском отеле, Патрик Майби, писал о том, что он видит прямой континутет между Теобальдом Вольф-Антоном и событиями, которые происходят сейчас. То есть он подчеркивает полную преемственность, хотя по факту, если разобраться, если анализировать источники, преемственность наблюдается только на дискурсе, в рамках заданного какого-то дискурса. Это относится к той же самой, но к этому чуть позже. Следующий этап становления ирландского национализма связан с, и с республиканской традицией, связан с так называемой молодой Ирландией. Молодая Ирландия – это движение, возникшее в Ирландии в конце 30-х, начале 40-х годов 19-го столетия, которое, соответственно, апеллировало к тем концептам, которые использовали европейские демократы, в том числе Джузеппо Мадзини. Но они противостояли в чем-то логике того же самого Мадзини, потому что Мадзини отрицал, что Ирландия обладает правом на национальный суверенитет. В его проекте «Европы нации» не было вместо Ирландии. Молодая Ирландия обосновывала, что ирландцы являются такой политичной нацией, что ирландцы имеют право на свое управление. И даже более того, там была выработана экономическая политика нового ирландского государства, имеющая такой даже в чем-то социалистический окрас. И затем к этой политике апеллировали в том числе и представители ирландской республитанской армии. Я говорю сейчас о представителе Мадзини, Ирландии, Джеймсе Финтоне Лавери, который заложил традицию ирландского социализма. К этой традиции позже обращались такие люди, как Майкл Дэвид и далее всем, я думаю, известный ирландский марксист Джеймс Конноли и другой тоже представитель ирландского марксизма Джеймс Ларкин. В чем заключалась суть ирландского социализма в прочтении Ларкина? Ларкин считал, что ирландцы должны ликвидировать систему ландлордизма. Основа экономического господства Англии в Ирландии заключалась в установленной системе ландлордизма, то есть крупные поместья, которые были поделены на держания. Ирландские фермеры держали эти земельные наделы на определенных условиях. Там было несколько видов держания, в это я не буду углубляться, потому что такие материи не особо интересны. Но суть заключается в том, что Финтон Ларкин предложил ликвидировать систему ландлордизма. В его статьях было обосновано, что ландлорды это совершенно чуждый элемент ирландской нации. То есть даже если он был торпел ирландцем по своему происхождению, то есть даже если он был католиком, ирландцем, все равно с точки зрения Финтона Лауэра эти самые ландлорды были чуждыми представителями ирландской нации. То есть здесь прямая отсылка опять же к той самой романной ирландской проблеме, которую мы с вами говорили в самом начале. И здесь полная преемственность этого самого дискурса. Соответственно, Финтон Лауэр в своей экономической политике говорил, что Ирландия должна была пойти по пути модернизации в сторону мелкофермерской собственности. То есть пойти либо по французской модели, либо по американской модели, где в полной мере были реализованы эти два варианта модернизации в сторону таких мелкофермерских владений земельных, соответственно. И, собственно говоря, на мой взгляд, такое наиболее окончательное формирование дискурса ирландского левого национализма происходит в рамках движения фениев. Фении — это люди, которые были когда-то молодыми ирландцами. Один из основателей финянского образства, Джеймс Стивенс, был членом молодой Ирландии и был вынужден из-за этого мигрировать из Ирландии, когда молодая Ирландия провалила восстание 48-го года, когда в Европе была весна народов в Ирландии тоже, были, соответственно, отклики, они были провальны, и, соответственно, часть ирландских националистов была вынуждена мигрировать, и будущий основатель фенианского братства Джеймс Стивенс мигрировал во Францию, и в Франции были и другие представители ирландского национализма. Собственно говоря, фении, они заложили основу, как и для Ира, собственно говоря, название фениев — полное ирландское республиканское революционное братство, и фении непосредственно считали себя уже такой самодостаточной армией. Отсюда и название фении — это отсылка к древнеирландскому эпосу, к сагам о Фиане Маккумале и его дружине, которая как раз таки и имела название фениев. То есть фении уже себя позиционировали как самодостаточную армию, которая должна была отвоевать Ирландию у Великобритании. Здесь, соответственно, они апеллировали к идеям фихта и гегеля, собственно говоря, знаменитая диалектическая логика гегеля «Раба и господина» включалась, и, соответственно, фении считали, что нужно именно что — отвоевать Ирландию, то есть не добиваться какими-то легальными политическими методами независимости или еще чем-либо, а именно нужно выйти в поле и отвоевать Ирландию. Они пытались несколько раз это сделать, у них было два проекта. Первый проект — это захватить оружие в Великобритании и с этим оружием устроить восстание непосредственно в Ирландии. Второй проект у них был, собственно говоря, фении. Они были таким интернациональным движением в том плане, что ячейки фенианского братства находились в США, в Канаде, в Ирландии, в Англии, в Австралии, в Новой Зеландии. И второй проект фениев заключался в том, что необходимо начать войну между США и Канадой, а Канада — британский доминион, и, соответственно, втянуть в Великобританию войну в США и воспользоваться этим для того, чтобы провозгласить ирландский суверенитет. Что касается самой идеологии фениев, то здесь полная преемственность с молодой Ирландией, но, опять же, уже фени начинают включать такую более насыщенную, если так можно сказать, антиимпериалистическую логику. Они обосновывают в своих трудах, в своих газетах, в панфетах о том, что Ирландия является колонией. Они не используют термик «колония», но они постоянно говорят о угнетенной нации, о том, что англичане разрушили ирландскую экономику, то, что ирландцы там загнанные и униженные, и, соответственно, пробуется вот этот антиполониальный дискурс, начинает строиться антиполониальный проект, и фени, соответственно, на уровне дискурса и на уровне своих действий дали пример для будущей Ира. Именно с фени можно начинать историю ирландского терроризма, начался даже как-то комично, если так можно сказать. Суть заключается в том, что фени пытались устроить восстание в Ирландии, и когда попытка не удалась, очень многих фени арестовали, посадили в тюрьму, и фени пытались несколько раз спасти своих товарищей из тюрьмы, и одно из таких спасений из клетки на югельской тюрьмы заключалось в том, что фени должны были заложить бомбу, взорвать стену этой тюрьмы, в то время как заключенные прогуливали по дворику, и, соответственно, вызвали своих товарищей. Они сделали бомбу, заложили ее, бомба взорвалась. Но агенты спецбританских спецслужб неделенных в братство сообщили о том, что фени предпринял попытку спасения, то есть заключенные в этот день не выбили на прогулку, а взрыв привел к тому, что пострадало около ста человек, и 12, по-моему, погибли от этого самого взрыва. В британской прессе разразилась истерия, и, собственно говоря, уже тогда постепенно фениам стали применять термин террористы, бомбисты, хотя, как таковыми, они еще тогда не являлись, и осознанные террористические атаки фени начинают устраивать в 80-е годы, когда они устраивают динамитные компании свои знаменитые, когда они пытаются взорвать лондонское метро, и у них появляются идеологи ирландского терроризма. Одним из видных идеологов являлся Еремея Одонован-Росса, яркий представитель фенианского братства, и, соответственно, с этого момента можно начинать историю ирландского терроризма. Важно сказать, что Ира подчеркивали свою преемственность с фенианским братством, даже это заключалось в том, что фенианское братство, члены Ирландской республиканской армии, они любили вспоминать, что мой дедушка был членом фенианского братства, мой двоюродный дядя был фением, даже на уровне такой преемственности они любили подчеркивать свою связь с этой самой фенианской традицией. Другая связь ирландского левого национализма с Ира заключается в деятельности уже непосредственно таких представителей уже непосредственно социалистического лагеря Ирландии. Это в первую очередь Майкл Дэвид, это Джеймс Коннелли и Джеймс Ларкен. Из этой троицы наиболее интересные два человека это Майкл Дэвид и Джеймс Коннелли. Ларкен не оставил после себя каких-то теоретических таких видных работ, а Джеймс и Коннелли, например, любили очень сильно в Советском Союзе, про Майкл Дэвида тоже в Советском Союзе писали. И, соответственно, они сформировали такой социалистический дискурс ирландского национализма, которым позже тоже любили апеллировать представителей ирландской республиканской армии. Но дискурс этот социалистический был весьма интересен. Коннелли говорил о том, что социализм невозможен без национализма. И в этом плане он отходил от ортодоксального такого интернационального марксизма. Он в своих статьях писал об ирландцах как об угнетенной нации, о нации полетариев, о нации тружеников, которые должны добиться национального суверенитета Дэвиджа. Он был более интернациональным, но при этом он не был марксистом, и марксизм на него не оказал влияния. Но он тоже заложил основу для такой социалистической струи, которая позже дала импульс для дискуссий в недрах пера. Собственно говоря, Джеймс Коннелли был таким революционером-идеалистом. Свою жизнь закончил после знаменитого пасхального восстания. Он был казнен наряду с другими лидерами этого восстания, в том числе Патриком Пирсом. Но это пасхальное восстание 16-го года, оно запустило целый ряд процессов, которые привели Ирландию к обретению условной независимости, потому что Ирландия все-таки в англо-ирландском договоре получила такой статус доминиона и неправильно говорить, что в начале 20-х годов Ирландия получила независимость все-таки про независимость надо говорить как мне кажется наверное с 30-х годов, когда к власти приходит правительство имуна для Валера и уже собственно говоря происходит становление такого ирландского суверенитета ирландской самостоятельной какой-то внешней политики. Но об этом возможно чуть позже. Нам важно сказать то, что ирландский национализм он на момент 16-го года имел своего врага и этим прямым врагом являлся оранжистский орден или движение оранжистов. Движение оранжистов возникло примерно в одно и то же время с непосредственно ирландским национализмом. То есть ирландский национализм это конец 18-го века оранжистский орден тоже возникает в конце 18-го века. Оранжистский Орден изначально был даже в чем-то союзен с ирландским национализмом, во время французской революции и из тех процессов, которые происходили в Ирландии в это время, они даже пытались взаимодействовать, но взаимодействие закончилось, и между ними стала возрастать стена ненависти, которая окончательно сформировалась в 60-е годы, Это то время, когда возникает самая знаменитая ира, по которой сняты фильмы, по которым написаны песни И оранжисты, когда ирландский национализм и ирландские националисты пытаются длиться независимости, они формируют контр-дискурс, они обороняются И в этом плане интересно высказывание отца Уинстона Черчилля, Рэндольфа Черчилля, тоже видного представителя консервативной партии, когда он приехал на одно из собраний Ольстер Что было связано с тем, что в Ольстере, в этих самых пресловутых шести графствах происходит мобилизация ранжистов На фоне того, что британское правительство Владисблацин пытается провести так называемый биль о гамруле, самоуправлении для Ирландии То есть для того, чтобы Ирландия осталась в лоне Британской империи, но у него был свой парламент, который когда-то был отобран у Ирландии англичанами Собственно говоря, Черчилль на одной из таких оранжистских мобилизационных конференций заявляет, что Ольстер будет сражаться, и Ольстер в этом прав Но это такой дословный перевод на русский язык И, соответственно, это высказывание четко показывает то, какие мобилизационные процессы происходят в рамках оранжистского движения И, соответственно, эти мобилизационные процессы, как уже сказал, достигнут апогея в шестидесятые годы Что касается возникновения Ирландской республиканской армии, то это относится непосредственно к событиям пасхального восстания и последовавшими за ними вещами События, которые привели к англо-ирландской войне и созданию Ирландской республиканской армии Ирландская республиканская армия изначально не была террористическим формированием Ирландская республиканская армия изначально была той самой армией, которая должна была воевать с англичанами в этой самой англо-ирландской войне После того, как заканчивается англо-ирландская война, когда подписывается договор, по которому часть ирландских лидеров Майкл Кольнц и Артур Гриффит подписывают соглашение, по которому войстор отторгается от Ирландии Появляются противники этого самого договора, этих противников возглавляет имон де Валера, будущий президент Ирландской республики И, соответственно, начинается гражданская война между теми, кто являлся сторонниками этого самого договора И противниками этого договора Непосредственно к этому времени относится формирование подпольной Ира, которая борется за объединение всего острова В рамках уже единого национального проекта И, в конце концов, соответственно, ирландская республиканская армия Которая была против этого самого мирного процесса между Англией и ирландским свободным государством Доминиона Она начинает уходить от поля, поскольку было окончательно ясно, что гражданская война проиграна Начинает устраивать террористические атаки, в том числе в Лондоне Начинает пытаться проводить свою самостоятельную политику по уничтожению северного ирландского государства Это дошло даже до того, что представители Ира пытались договориться с Адвером во время Второй мировой войны О поставках оружия Им это, в принципе, удается Но такая долгая история, которая заключается в том, что один из тех, кто договаривался, попал в плен, кого-то убили Но оружие до самой Ирландии не было доставлено как таковое И, соответственно, когда мы говорим об ИРА Нужно иметь в виду то, что ИРА было несколько Они постоянно расстралывались, они постоянно делились между собой Возникали новые ИРА Самый известный ИРА, так называемый ПРОВАС или The Provisional IRA Возникает в 69-м году И это связано с дискуссиями, которые происходили между представителями ИРА По поводу тактики, по поводу того, как им добиваться создания единого ирландского государства И суть этих дискуссий заключалась в том, что, если упрощенно говорить, были марксисты И были те, кто, скажем так, не был заинтересован в таких идеологических диспутах, в апелляциях к рабочему классу Был нацелен на прямое действие И, соответственно, вот эти самые дискуссии привели к тому, что появляется вот эта самая Provisional IRA И ПрОВАСы были нацелены именно на действие Это было связано с теми процессами, которые происходили в Северной Ирландии в 60-е годы Как известно, в Европе в 60-е годы заявили о себе новые социальные движения Появляются новые веры, появляются люди со социальной группы Протесты против атомного оружия, за разоружение И в рамках этого процесса происходит формирование демократического процесса Графтанского продвижения в Северной Ирландии Из-за того, чтобы католикам были гарантированы те же права Как и представителям пресвитерианцев и англикам Двух самых крупнейших протестантских общин Северной Ирландии А нужно сказать, что в Северной Ирландии до определенного времени протестанты Они доминировали абсолютно во всех сферах И католическое меньшинство находилось в таком угнетенном положении Собственно говоря, демократическое движение в 60-е годы Было нацелено на то, чтобы гарантировать католикам эти самые права Но демократическое движение впотнулось с препятствием И этим препятствием являлись действия оранжистского ордена Оранжисты нападали на демонстрантов Оранжисты демонстрировали свою, скажем так, эдакую мускулинность И, соответственно, провосы возникают в тот момент, когда это самое демократическое движение Нуждаус в защитниках и провосы себя именно провосглашали как защитников угнетенных ирландцев И, соответственно, в 69-м году возникают эти самые провосы И формируется их идеология В их идеологии мы видим ссылки на Фейнер, на Теобальда Гольфа Тона Там говорится о том, что провосы являются антиколониальным, антиимпериалистическим движением То есть, по сути дела, именно в это время оформляется такой окончательный проект левого национализма в ирландском здании В провосы проводили акции разного порядка Они взрывали кабаки, они устраивали покушение на Маргарита Тетчера Они убивали конкретных людей, полицейских, оранжистов Но и провосы пережили череду расколов Расколы были связаны с тем, что провосы начинают участвовать в демократическом процессе Провосы взаимодействовали очень плотно с партией Шенфейн Шенфейн с ирландского переводится как «мус сами» Вообще искусственное название То есть, с точки зрения ирландского языка, это не совсем верное название, но не существует И, соответственно, провосы взаимодействуют с Шенфейн, участвуют в демократическом процессе И когда происходят переговоры между Лондоном и Тройной комиссией Лондона, Дублином, Делфаст По поводу того, как реформировать Северную Ирландию Провосы в нем тоже принимают участие Но не все представители провосов соглашаются с участием в этом демократическом процессе Возникает другая эра А потом, соответственно, когда провосы участвуют в еще одном демократическом процессе Уже в 93 года возникает третья эра То есть, нельзя говорить о том, что существовала единая эра Нужно конкретно говорить о том, какая группировка была, кто был ее лидером Их объясняет идеология А идеология этих самых группировок заключалась в ирландском варианте левого национализма Ирландский вариант левого национализма Он был социалистический, но марксистским его можно назвать только условно Да, они апеллировали к Джеймсу Конноле Но и Джеймс Конноле, он марксист тоже такой условный Их идеология была антиимпериалистической, антиколониальной Важно подчеркнуть их отношение к религиозному вопросу Среди представителей эра были в том числе и протестанты И вообще это такой неправильный ход, когда конфликт в Ирландии исходит к противостоянию протестантов и католиков Да, там это было все на поверхности Но если посмотреть на лидеров ирландского национализма, в том числе и 19 века Обнаружится поразительное то, что среди лидеров ирландского национализма было очень много протестантов В той же Ира были те же самые протестанты То есть сводить конфликт к простому противостоянию протестантов и католиков это неправильно Ира в своей идеологии тоже об этом писала Например, у Провосов был проект «Новая Ирландия» Суть которого заключается в том, что после того, как Ирландия объединится Страна будет поделена на 4 единицы И в каждой из этих единиц будет действовать свой отдельный такой парламент И это была, скажем так, отсылка к Северной Ирландии К тому, чтобы протестантская община не потеряла своей идентичности Чтобы она спокойно существовала в рамках уже ирландского государства И таким образом они обходили вот этот самый конфликт протестантов и католиков И последнее, что у них было, это идеи демократических преобразований Соответственно, на примере Ирландии мы с вами видим пример вот этого самого левого национализма Ирландия, пожалуй, является первой страной, где сформировался этот самый левый национализм Здесь таким косвенным показателем является то, что затем, когда формируется непосредственно антиколониальный дискурс В других странах, которые относились к Британской империи, очень многие лидеры ссылаются на опыт Ирландии К примеру, Махатма Ганди подчеркивал то, что на него оказало огромное влияние действия Фениях и действия Майкла Дэвида И мало кто из нас будет заниматься в том, что Махатма Ганди является одним из таких ярких представителей левого национализма То есть, собственно говоря, представители РА умудрялись и взаимодействовать с теми или иными деятелями, которые относились к левому национализму И всячески подчеркивали в 60-е годы на волне антиколониальной борьбы Африки и стран Азии Подчеркивали свою солидарность с этими странами и взаимодействовали в том числе с тем же самым Каддафи, который помогал финансово и денежно Думаю, все. Если у вас есть какие-то вопросы, надо быть Если у вас есть какие-то вопросы, принимайте руку, кому интересно или буду задать Если есть, пожалуйста Вопросы, как ты вижу, Василий, я не беру, я думаю, нету Ну, на этом, я думаю, лекцию мы можем закончить Спасибо всем, что пришел Подписывайтесь на нашу группу «Трубака» Подписывайтесь на Facebook, канал в Telegram Следующая лекция будет объявлена в будущем анонсе И спасибо на этом, Василий, я думаю, пока Спасибо, что у нас есть Все, на этом, я думаю, лекция О, come, tell me, Sean, о фэрил, tell me, why you hurry so Hush, be vocal, hush, and listen, and his cheeks were all aglow I better just ram the captain, make you ready, quick and soon For the planks must be together by the rising of the moon